Привет-привет, обаятельная красавица! Меня зовут Оксана, и я рада приветствовать вас на канале Green Planet. Хочу сказать большое спасибо тем подписчицам нашего канала, которые оставляют комментарии под видео. Большое спасибо! Благодаря вам я имею возможность оценить, насколько вам интересны и полезны мои домашние рецепты. Девочки, обращаюсь ко всем. Не жадничайте. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, обсуждайте те рецепты, которыми я делюсь с вами. Давайте дружить и быть полезными друг другу. Согласно античному преданию, грецкий орех преподнесли людям боги, чтобы те могли им питаться и лечиться. Женщины вскоре научились использовать этот дар в уходе за собой. Грецкий орех содержит огромное количество минеральных веществ. Кальций, магний, йод, железо, фосфор. В нем также содержится большое количество жирных кислот, практически все основные аминокислоты, витамины А, С, Е, П и группы В. На основе грецкого ореха можно приготовить огромное количество масок и скрабов для лица и тела, причем используют не только его ядра, но и листья, кожуру и даже перегородки. Ну что, впечатлились? Тогда за работу. Сегодня будем делать скраб для ног. Наши стопы грубеют под воздействием различных факторов. Этому способствует длительная ходьба, тесная обувь, сухой воздух. В результате мы сталкиваемся с натоптышами, трещинками на пятках, мозолями. Вернуть ножкам былую мягкость поможет скраб. Приготовить его очень просто. Понадобится грецкий орех. Это будет наш абразив. Достаточно просто его измельчить в блендере. В качестве основы берем любое базовое масло. Подсолнечное, жажаба, кунжутное. У меня оливковое. Это древнейшее целительное средство. Богато омега-6 и омега-9 кислотами. Все тщательно размешиваем. Теперь добавляем пару капель любого эфирного масла. У меня лавандовое. Выбрала его просто потому, что очень люблю. Мне нравится запах. Вообще лавандовое масло – это прекрасный антисептик. Помогает заживлять раны. Буквально 3-4 капли будет достаточно. Еще раз тщательно перемешиваем все ингредиенты. Вот такой чудесный скраб у нас получился. Теперь подготовим ножки к процедуре. Можно попарить их в тазике с горячей водой. Но это самый простой вариант. Если же вам удалось победить свою лень, то приготовьте травяной настой. Можно использовать ромашку, мяту, кору дуба, любую траву, которую вы найдете дома. 4 столовых ложки сухой травы залейте двумя литрами кипятка, дайте настояться в термосе полчаса, процедите и переливайте в тазик. Парьте ноги 10-15 минут, затем промокните их полотенцем и обработайте в течение 5 минут нашим скрабом. Сполосните теплой водой и нанесите увлажняющий крем. Теперь нашим ножкам нужны новые босоножки. Грецкий орех очень полезен для кожи. Именно поэтому компания Green Planet выбрала его в качестве основного компонента мусса для загара по греческой формуле. Кстати, наверное, вы уже обратили внимание, что многие средства этого бренда названы в соответствии с какой-то определенной страной. Никогда не задумывались, почему? Компания Green Planet придерживается принципа натуральности. В производстве косметики она использует компоненты традиционно для определенных стран. Грецкий орех и олива очень популярны в Греции. Именно поэтому они легли в основу греческой формулы. Этот мусс разработан для получения ровного, безопасного и красивого загара в первые дни пребывания на солнце, а также для людей со светлой кожей. У него мощный фактор защиты SPF 30. Но главная фишка не в этом, а в биостимуляторе выработки меланина. Это компонент, который заставляет организм вырабатывать собственный меланин, за счет чего кожа и загорает быстрее. Перед применением мусс нужно обязательно встряхнуть. Вот такой у него внешний вид. Очень воздушный, приятный, с еле уловимым запахом. Мусс очень легкий, быстро впитывается, не оставляет ощущения липкой пленки. Единственный минус – то, что он не водостойкий. Но зато у него очень удобный распылитель, поворачивается на 360 градусов, поэтому легко обработать любой участок тела. Еще раз хочу рассказать о недавнем случае, который произошел у меня с этим муссом. Недавно я была в солярии, взяла с собой этот мусс, но решила нанести его только на лицо. В результате тело сгорело, а лицо загорело. Поэтому, девочки, обязательно пользуйтесь солнцезащитными средствами даже в солярии. Кроме мусса по греческой формуле, в линейке представлены и другие подобные средства. Это мусс по калифорнийской формуле, по таитянской формуле и по балийской формуле. Кстати, о последнем я рассказывала в одном из предыдущих видео, он на основе авокадо. И отдельно еще отмечу, что есть мусс после загара по швейцарской формуле. Они все имеют разные СПФ, но все содержат биостимулятор выработки меланина. Надеюсь, это видео оказалось для вас полезным. Ставьте отметку «Мне нравится», пишите отзывы, комментарии, задавайте вопросы, на каждые отвечу. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще пока этого не сделали. И, конечно же, принимайте участие в наших новых конкурсах. Оставляйте под этим видео свои любимые домашние рецепты красоты. Автор каждого получит набор из трех средств на свой выбор по уходу от компании Green Planet. А автор лучшего, внимание, получит целую корзину косметики на сумму 2000 рублей. На этом я с вами прощаюсь. Всех целую. До новых встреч. Пока.